Новые санкции против «Рособоронэкспорта» вступили в силу. США ввели против российской госкомпании «Рособоронэкспорт» новый пакет санкций. Соответствующий документ был опубликован в Федеральном реестре официальных документов американского правительства. Указ запрещает практически любое сотрудничество американской стороны с «Рособоронэкспортом», в частности, приобретение любой продукции госкорпорации официальными структурами, выдачу лицензий на покупку товаров и иную возможную помощь со стороны США. Исключение возможно только для двух программ сотрудничества Москвы и Вашингтона, закупок оборудования в рамках Международного договора по открытому небу и поставок российских вертолётов Ми-17 для нужд военных в Афганистане. Документ подписан ещё 30 апреля заместителем госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофером Фордом. Основанием для принятия санкций является нарушение законодательства США о запрете передачи Ирану, КНДР и Сирии оружия массового поражения и технологий. Срок их действия – два года, однако ограничения могут быть сняты госсекретарём и раньше. «Рособоронэкспорт» находится под американскими санкциями с 2015 года. Тогда Вашингтон обвинил госкомпанию и ряд других предприятий в том, что они поставляют в Сирию, Иран и КДНР оборудование и технологии для создания оружия массового поражения. Ограничения были продлены в июле 2016 года. В марте 2017 года Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета Пентагона на 2017 финансовый год, который, в частности, предусматривает запрет на сотрудничество военного ведомства с «Рособоронэкспортом». Запрет должен действовать до тех пор, пока корпорация не откажется от поставок оружия в Сирию, а российские военные не покинут Крым. Больше важных новостей в Ти-Эли и Джи-Ары и Эм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в «Мою ленту», новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок к объявлению. Как продать быстрее? Размести объявления сразу на вседоски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.